Илья вел машину и через зеркало смотрел на заднее сиденье. На нем мирно посапывала его пятилетняя дочь Лена. Жена Кати сидела рядом. Дальняя дорога ее вымотала, и она мирно спала, повернув голову к окну. Наконец-то она замолчала, я хоть расслабиться смогу, подумал рыжеволосый молодой мужчина и ухмыльнулся. С тех пор, как он остался без работы, Катя не давала ему свободно дышать. Подобно острой и назойливой пиле, она пилила мужа, чтобы тот быстрее искал новую работу. Что ты за мужик такой? Найди работу. И чего тебе на предыдущем месте не сиделось? Ну, пришел новый директор. И что? Сиди себе тихо, пока он входит в курс дела. Кто за язык тебя тянул? Правдолюб ты мой. Никому правда твоя не нужна, особенно начальству. Кто ж теперь тебя умным назовет? Правда, ребенка не накормишь и за квартиру не заплатишь, возмущалась супруга. Илья и сам это понимал, но ведь это не повод все время указывать ему на его ошибки. Поговорить нормально с женой не получалось. Илья не мог поделиться с ней своими переживаниями. Например, а что будет, если он не сможет найти в ближайшее время работу? Та компенсация, которую ему выплатили после вынужденного сокращения, очень скоро закончится. Все деньги рано или поздно заканчиваются. Но сидеть и ждать, когда это случится, мужчине не хотелось. Хотя он последнее время и работал без выходных. Ему так хотелось отдохнуть недельку-другую. Теперь же проблема с поиском работы не давала ему покоя. Плюс жена подливала масло в огонь, думая о будущем. Илья тяжело вздыхал и вытирал капли пота, стекающие к нему по ранним морщинам вниз. «Пока лето, поживем у родителей в деревне. Там воздух хороший, природа, да и на продукты особо тратиться не нужно», – говорила супруга Ильи. Так они все лето и пробыли в деревне. А в конце августа собрали вещи и поехали домой. Когда они только въехали в город, машина вдруг стала издавать странные звуки. Ее троила, она кашляла, рычала. Илья и раньше замечал, что с машиной что-то не так. Еще перед отъездом загнал на яму к одному знакомому. Тот вынес свой неутешительный вердикт. Мол, прокладка прохудилась и воду заливает не туда, куда надо. «При самом нехорошем раскладе у тебя накроется система охлаждения. Еще колодки менять надо, ну и так по мелочи. Короче, у тебя полный букет неполадок. Срочно вези ее к нам. Спасем ее, пока не поздно», – говорил знакомый Ильи. «То ты сам понимал, что ремонтироваться нужно. Вот устроюсь на работу, получу первую зарплату и тут же отремонтирую», – думал Илья. Только получилось все иначе. От шума мотора Катя и Лена проснулись. Илья выскочил из машины, открыл капот и долил воды. Несколько раз прогазовал. Машина попыхтела, издала какой-то хлопок и прокашлялась. Мужчина попытался ее завести. Она порычала-порычала и заглохла. И так было несколько раз. «В чем дело?» – недоумевала Катя. «Ты что, безрукий? Не в состоянии машину завести?» «Не выходит, она больше никуда не поедет», – отчаянно проговорил мужчина и сплюнул в сторону улицы. «То есть как это? Как мы до дома доберемся? У нас же вещи!» С этими словами Катя встала со своего места. Илья вышел на улицу и прошелся вперед и назад по улице в поисках ремонтной мастерской. Как оказалось, одна из них была неподалеку. «Что, друг, приехал? Помощь нужна?» – спросил невысокий загорелый мужчина в засаленной рубашке и брюках. «Да, заглохла зараза. Не знаю, что с ней». Мужчина молча кивнул и позвал еще троих молодых людей, сидящих на бордюре. Илья тут же побежал к машине и сел за руль. «Выходите, нужно дотолкать машину до вон того СТО». Катя, посылая в адрес мужа отборные проклятия, положила руки на капот и стала толкать машину. Металл настолько нагрелся на солнце, что обжигал ей ладони. Она кривилась, попеременно убирала их по одной и толкала катившуюся по дороге машину. Со стороны это выглядело забавно. Высокая и в меру худая женщина в обтягивающем коротком платье на каблуках толкала машину. Проезжающие мимо водители сигналили и махали ей руками. «Вот придурки!» – ругалась Катя, толкая машину дальше. Наконец они приблизились к воротам СТО. А там уже мужчины помогли затолкать машину во двор. Катя снова выругалась, насупила брови и взяла за руку Лену, которая все это время шла рядом с машиной, взяв в охапку белого плюшевого зайца. Илья оставил дочь и жену возле ворот, а сам еще долго о чем-то говорил с сотрудниками СТО. Выйдя во двор, он взял две большие сумки с вещами, вручил третью супруге и пошел вперед. «Ну что сказать, на этом СТО чинят только грузовые машины, до утра они разрешили нам постоять. Теперь нужно найти станцию по техобслуживанию и эвакуаторам, перегнать машину туда». «Как эвакуаторам?» «Так, машина сама не поедет». Катя стала возмущаться, мол, это лишние расходы и так нет денег. Но Илья лишь кивал головой, все больше осознавая плачевность всей ситуации. «Сейчас вас посажу в автобус, а сам пойду искать ближайшее СТО», – проговорил мужчина, останавливаясь на автобусной остановке. Катя опять ругала мужа, погоду, машину и всех, кто на нее косо смотрел. Лена молча смотрела на все происходящее и сжимала зайку в объятиях. Следующим утром Илья уехал за машиной и с помощью эвакуатора перевез ее на станцию технического обслуживания. Катя была сегодня выходной. Проснувшись, она засуетилась по хозяйству, когда на кухне вдруг замигал свет. «Интересное кино! Только же вкрутили вчера лампочку! Ну и качество! Нифига делать не умеют!» – ворчала женщина, роясь в ящике шкафа в поисках новой лампочки. Лена еще спала. Когда свет снова замигал, Катя вошла в комнату, услышала щелчок и колонки на стационарном компьютере задымились. А это что такое? Женщина тут же отключила компьютер от питания и нежно пробежалась пальцами по монитору своего ПК. Сгоревшие колонки принадлежали Илье. Еще в прошлом году он приволок от матери свой старый стационарный компьютер с огромным монитором, напоминающим телевизор. У Кати же был свой ноутбук и современный стационарный компьютер с плоским монитором и модными большими колонками. Едва женщина отошла от своего компьютера, как послышался новый щелчок, и из-за ее монитора повалил густой белый дым. Запахло паленым. «Да что же это делается? Вы что, сговорились сегодня все? Электроприборы, алло!» С этими словами Катя тут же обесточила свой компьютер и позвонила мужу. Сообщив ему о проблеме, она истерично завопила, что ей делать. «Не паникуй, давай быстро все электроприборы и сети выдерни. Выйди в подъезд и посмотри, может кто-то в нашем щитке копается», – спокойным голосом ответил ей Илья. Женщина так и поступила. Она обесточила все, кроме стиральной машинки и двух кондиционеров. Те были встроены в стену, и отключить их было не так-то просто. Надев халат и тапочки, Катя выглянула в подъезд. Снова замигал свет и отключился. «Что происходит?» – обратилась Катя к мужчине в форме ремонтника, копающегося в электрощите. «Ну, недавно у нас возникли проблемы с электричеством. Пришлось кабель на ваш дом кидать с рядом стоящего дома. Он питал все четыре подъезда и тянулся от вашего дома к соседнему. Сегодня утром какой-то придурок заехал в ваш двор на фуре. Он пытался развернуться и повредил электрокабель. Не переживайте, свет отключили по всему дому, обещая все восстановить в ближайшее время», – проговорил ремонтник, скользя похотливым взглядом по открытому декольте женщины вниз. Она улыбнулась и тут же поправила халат, прикрыв оголенные участки тела. Захотя домой, она еще раз оглянулась. Мужчина пристально следил за ней глазами. «У нас тут тоже что-то барахлит. Все электроприборы с ума сошли. Если вы рано освободитесь, можете заглянуть и посмотреть своим профессиональным взглядом», – спросила она, кокетливо высовывая оголившуюся ногу из-за дверей. Мужчина кивнул и улыбнулся ей в ответ. Катя зашла в дом и тут же позвонила мужу. Она рассказала ему о случившемся и о том, что у них на данный момент нет света. «Хорошо. Я еще где-то на пару часов застряну тут, а ты скажи мне, когда свет дадут. Возьму прибор и проверю всю электрику в доме. Может, что-то сгорело?» Катя окончила звонок и заглянула в комнату дочери. Малышка еще крепко спала. Во сне сжимая своей рукой любимую игрушку. Женщина улыбнулась, вошла в ванную и стала приводить себя в порядок. Через 20 минут свет подключили, и тут же в ее двери кто-то позвонил. На пороге показался симпатичный мужчина-ремонтник. «Просила зайти. Показывай, что случилось», – проговорил он, перешагивая порог дома. «Ой, ну, начни с монитора. По-моему, он сгорел», – сказала женщина, томно хлопая ресницами. «Проходи, я все покажу». Мужчину звали Валерой. Он прошел в комнату, достал приборы и уже приготовился проверять компьютер, когда к нему подошла Катя и взяла его за руку. «Ой, ну что ты как ребенок, и в самом деле будешь проверять электрику? Иди сюда, дурачок, кое-что тебе покажу». С этими словами женщина повела ремонтника в ванную комнату. Послышался скрип дверного шпингалета. Катя поправила руками свои волосы и сняла халат. Когда все закончилось, она выкупалась в душе, накинула халат и оставила ремонтника курить на кухне. «Ну ты даешь, все такая же», – сказал он, похлопывая ее по оголившемуся бедру. Валера и Катя были давно знакомы. Он был из отряда ее бывших. Она с ним крутила шашни еще на последнем курсе института. Его отец обладал неплохими связями, что и помогло Кате удачно сдать все экзамены и получить долгожданный диплом. «Хороший мальчик, но женат», – рассказывала она о нем своим подругам. У Валеры на тот момент была жена и двухлетний сын. По его словам, у них с ней все не ладилось. Он мечтал о страсти, а его жена всегда отказывала ему в интимной близости, ссылаясь на головную боль и прочие дела. Да и не любил он ее вовсе. Залетела по глупости, а отец настоял, чтобы я женился на ней. «Может, это и не мой ребенок, мало ли с кем она была до меня», – еще тогда говорил он, а позже жаловался на ее холодность. «Я забыл, когда мы с ней были в последний раз в кровати. Это бывает так редко, что я скоро выть от голода буду. Не переживай, вот наберусь смелости и брошу ее. И тогда у нас с тобой все будет хорошо», – говорил он Кате. Они еще пару раз встретились с Валерой, но вскоре их тайные встречи прекратились. Закончилось все тогда, когда его супруга решила постирать его штаны и нашла в кармане упаковку от презервативов. Как он тогда извинялся и просил у жены прощения? «А как же женился по залету и не люблю ее?» – спрашивала тогда она его, когда он просил сделать паузу в их отношениях. Поняв, что мужчина не стоит ее внимания, она не стала дожидаться окончания их вынужденного тайм-аута и первый с ним порвала. Она заблокировала его номер и все аккаунты в соцсетях, перестала реагировать на сигналы машины, когда он проезжал мимо офиса, где она работала. И очень скоро он от нее отстал. «А что я могу сделать? Она не хочет меня больше видеть», – жаловался он своему другу. А чтобы он наконец понял, кого потерял, она выскочила замуж за своего друга. Илья давно уже ходил за ней, но она его все отшивала. Пять лет назад они снова встретились. Случайно. Между ними снова вспыхнула искра, и они поддались страсти. Илья тогда был в командировке, а Кате было одиноко. Теперь они снова встретились. Их встреча стала приятной неожиданностью для обоих. Катя молча включила кофеварку, тяжело вздохнула и полушепотом проговорила. «Этого больше не повторится. В последнее время на меня столько всего навалилось, нужно было срочно снять стресс. Я, конечно, не накинулась бы на первого встречного. А ты – самый подходящий кандидат. Рада была тебя увидеть. Теперь уходи. Скоро дочь проснется, и муж придет», – сказала она, буквально выпихивая мужчину за двери. «Подожди, можно я хоть одним глазком на нее посмотрю?» – попросил мужчина, указывая в сторону спальни. «Я тебе сказала, что это моя дочь, не твоя. Уходи», – проговорила она, выпихнула мужчину в подъезд и закрыла за ним двери. «Мой номер не изменился. Позвони мне», – только и успел он прокричать, когда дверь закрылась перед его лицом. Катя прислонилась спиной к двери и закрыла лицо руками. «Мам!» – раздалось из детской комнаты. Катя пошла к малышке и тут же крепко ее обняла. Через некоторое время в дверях показался Илья. Он рассказал жене, что нашел-таки подходящее СТО, отторобанил машину эвакуатором и теперь осталось только ждать, когда ее отремонтируют. «Денег много с тебя содрали», – тут же спросила Катя, поправляя слегка размазавшийся макияж. «Полторашку, благо недалеко было везти. Ну-с, что у нас по технике?» – с этими словами мужчина достал приборы и стал осматривать. Как оказалось, помимо колонок и монитора сгорела микроволновка на кухне, оба кондиционера и стиральная машина. Холодильник и телевизор уцелели. Катя в ужасе подняла руки к потолку. «Ну что, за что на все это? Теперь столько денег нужно отдать, чтобы все это починить. Еще неизвестно, во сколько нам обойдется ремонт твоей машины. Ты, наверное, хотела сказать нашей машины. Дорогая, ты тоже на ней ездишь», – поправил ее Илья, улыбаясь. «На одном СТО мне озвучили цену в 30 тысяч рублей. Это только работа без покупки деталей. На другом попросили в половину меньше. Посмотрим, что скажут дальше». «Боже, я что, печатаю эти деньги?» Катя ходила из стороны в сторону. Илья взял ее за руку и усадил к себе на колени. Он попытался ее успокоить, сказав, что знает, кому позвонить и как решить проблему с минимальными потерями. «А еще, если это тебя утешает, я видел, у наших соседей тоже машинка гавкнулась. Только что два ремонтника ее увозили». После нескольких звонков мужчина тут же обрисовал ситуацию, сказав, что у него все под контролем. Он сам отремонтировал колонки, а монитор отвез в ремонтную мастерскую. Затем по наводке друга он разобрал стиральную машинку, кондиционеры и микроволновку, вынул испорченные детали и также отвез их на ремонт. Через несколько дней все приборы были восстановлены, и Катя с облегчением вздохнула. До этого ей приходилось кучу вещей стирать руками. Вещи сохнуть не успевали, и она выносила их на улицу. Благо, жили они на первом этаже, и контролировать сохранность вещей было несложно. Вернувшись к привычной жизни, женщина вздохнула с облегчением. Как и говорил Илья, ремонт всех электроприборов был малозатратным. Благодаря совету его друга, семье удалось сэкономить несколько тысяч рублей. «Погоди, все это чудесно, но сегодня утром опять мигал свет. Мне бы не хотелось, чтобы у нас опять скакануло напряжение, и все погорело. Подумай, хорошо. Может, что-то нужно сделать?» «Есть одно приспособление. Короче, нужно купить его и установить рядом с нашими счетчиками. На его табло будет видно напряжение, идущее в квартиру. Останется лишь настроить его как надо, и тогда при скачке напряжения пробки будут отключаться сами. Вот это дело. Сделай!» Погладила его Катя по плечу. Илья ухмыльнулся и снова отправился на рынок за прибором. Катя как раз отвела дочь к подруге, а сама собралась на работу, когда услышала легкое постукивание по стеклу. Выйдя на кухню, она открыла шторы и увидела Валеру. Тот прислонил небольшой букет из полевых цветов прямо к стеклу и стучал по нему костяшками пальцев. Катя открыла окно и посмотрела по сторонам. «С ума, что ли, сошел? Я же просила тебя не приходить ко мне». Валера замахал руками и немного зашатался. Катя поняла, что он не трезв. «Я хочу увидеть дочь. Не будь такой жестокой», проговорил он и попытался схватить женщину за запястье. Но она отодвинула его от себя и закрыла окно. «Идиот!» – выругалась она, оделась и вышла из дома. «Блин, подруга, ну ты даешь!» Уже прогнала его из своей жизни и снова «здорова!» ругала Катю подруга Тамара. «Это была всего одна ночь полного расслабления. Больше мы не встречались. А потом… А потом я узнала, что беременна», – говорила Катя, прикусив губу. «Так это получается?» «Да, Лена его дочь», – продолжила за нее Катя. «Офигеть! А как же Илья? Он же не дурак и может сам все сопоставить!» На это Катя ответила, что он любит ее дочь и потому ему нет нужды сомневаться в том, что она не от него. Катя вспомнила этот самый разговор, идя в сторону остановки. Она ругала себя за свою слабовольность. «А что будет теперь, когда в ее жизнь снова вошел Валера? Он же теперь не захочет из нее уходить!» Все эти вопросы не давали покоя Кате. Так она дошла до работы. Илья как раз возвращался с рынка, когда увидел мужчину, торчащего вверх ногами в окне его квартиры. Когда ушла Катя, изрядно выпивший Валера увидел открытое, напроветривание окно в зале. Недолго думая, он нырнул в него. Только он не рассчитал свои силы и наличие узкого проема. В итоге он напрочь застрял, без возможности переместиться вперед или назад. Его тело, сдавленное окном, не двигалось с места. Подойдя к мужчине, Илья поинтересовался, кто он такой. Но Валера, серьезно придавленный окном, не мог дышать. Говорить ему было сложно. Недолго думая, Илья вызвал спасателей. Те помогли мужчине выбраться и оказали ему первую медицинскую помощь. А приехавшая скорая забрала современного Винни-Пуха в больницу. Илья поехал следом и дождался, когда с мужчиной можно было поговорить. «Ты кто такой? И зачем влез в мою квартиру?» Они разговорились. И Валера, недолго думая, рассказал мужчине все о его жене. Он сказал, что они любят друг друга. А Лена – это его дочь. «Отпусти ее, пусть она вернется ко мне», – проговорил Валера и облезал пересохшие губы. Шокированный новостью, Илья со всего размаху замахнулся, но сдержался и не стал бить любовника жены. Он молча покинул больницу и вернулся домой. Катя как раз пришла с работы, когда увидела серьезное лицо Ильи. Она сразу поняла, что он в курсе ее романа. «Сама вещи соберешь или мне помочь?» – неожиданно спросил он, пытаясь увидеть в глазах жены хоть каплю тепла. Катя лишь рот открыла и обреченно присела на стул. «Ребенка жалко. А ты?» «Не буду ругаться. Это твоя прерогатива. Вот адрес больницы. Езжай к своему Валере. Застрял сегодня в оконном проеме. Надеюсь увидеть дочь». Илья молча собрал ей вещи и выставил за дверь. «Не забудь забрать Лену от соседки». С этими словами он закрыл дверь и посмотрел в глазок. Ошарашенное событиями Катя молча стояла и не двигалась. Илья подошел к окну, раскрыл его и вдохнул глоток свежего воздуха. В этот момент он наконец понял, насколько ему легко и свободно дышится.